Машина у меня с 2007 года Lexus LS430 Мне она нравится Но я за ней следил Более-менее и за кузовом И за всеми внутренностями То есть Не так, чтобы слишком и очень Но если у вас есть хорошая вещь То почему бы за ней и не последить Тем более, что все должно как-то Вызывать у нас Положительные эмоции Какую-то радость То есть радость она бывает разная И в том числе допустим От созерцания красивой машины От езды на красивой машине И прочее, прочее, прочее Так вот, я Давненько ей не занимался И Хочу Доложить Любителям марки Lexus А особенно ЛС430 Об этой уникальной машинке Рассказать Следующее Что ж я За это время делал Выпусков особо не было Но тем не менее Я о ней все-таки Заботился Заботился Вот вы видите Ее Вымытую Я бы не сказал Что наполированную Ну Вот Как-то Как-то видите Она так вот Выглядит Очень и очень Хорошо Блестячая И так далее Значит Что Потом Приключилось Потом приключилось Я об этом Рассказывал Решено было Заменить Стекло Лобовое стекло Из-за того Что Лобовое стекло Оно не лопнуло Не треснуло А просто-напросто Было посечено И самое интересное Это уже жена Мне рассказала Что говорит Если Покрываешь А вы Скажете Такое может быть Или не может быть Если покрываешь Стекла Вот этими Всеми Составами Которые Отталкивают Дождь То Остается На них Своеобразная Пленка Вроде как Она и Дождь Отталкивает Воду Отталкивает Но тем не менее Со временем Эта пленка От Песочка От мелких Камушков Становится Стекло Посеченным И потом Когда ты едешь В дождь Или ночью Вот эти вот Все Вещи Мелкие Значит Сарапины Какие-то Корябки Которые Так и не Видны На стекле Они Начинают Проявляться И довольно Таки Здорово Проявляется Вот она Сказала Ты Говорит Не покрывай Этим Составчиком Потому что Стекло Само по себе Достаточно Для того Чтобы Все это Дело Отталкивает Ну Я Уже Имея Опыт Вот этого Посечения Решил Не Использовать Никакие Значит Покрытия Для отталкивания Ну Вот Вы видите Я так Медленно Плавно Обошел Чтоб Все Показать Что Че Как Снежочек Падает Такая Интересная Погода Была Возможно Это Замедленная Съемка К тому же Я уже Не помню Видите Правый Правый Как бы Сказать Вот этот Вот Фонарь Там Вот Внизу Корябинки Это Вследствие Моей Парковки В гараже Когда Паркуюсь К стеночке Вот Нет Нет При выезде Особенно Если Слишком Близко К батареи Припарковался Вот Я Чухаюсь Крайне Неприятная Вещь Ну Как-то Ладно Миримся С ней Ну В целом Машина Вот На тот Момент Все Она Была Рабочая Она Была Ну В таком Состоянии В каком Вы видите Ездить Приятно Глаз Радует Ну Что сказать Особенно Когда Вы на ней Проедете Если вы сразу поймете Разницу И вот Значит Что Дальше Произошло Вот Я даже Не могу Сказать Что Вроде бы Она такая Вот Чистая Наполированная Там была Стекло Заменили Кое-что Там Покрасили И Вот Как-то Вроде Как с кузовом Какие-то Произошли Изменения То есть Когда Стекло Меняли Там Было Проржавлено Вверху Значит Было Вырезано Заделано Покрашено Ага Это все Было Значит В замедленном Действии И вот Во время Покраски Значит Получилось Что Как бы Какое-то Напыление Когда Было Вставлено Стекло И Датчик Дождя Естественно К нему Приклеен Он Почему-то Перестал Нормально Работать Поэтому Было Естественно Решено Его Заменить Новый Датчик Дождя И вот Мы Как раз С Дмитрием Его Меняем Вроде Как Нормально Вот Пробуем Все Работает Водичка На Лобовое Стекло Щетки Движутся Значит Все Работает Это Хорошо Стеклышко Новое Ну Так Сказать Я Радуюсь Кстати Вы можете Заметить Вот Стало Не так Капот Не так Блестит Как Раньше Ну А там Кто Его Знает Вот Это Вид Из Кабины Поливаем На Датчик Дождя И Он Начинает Срабатывать Вот Так Это Все Выглядит Это Все Было Сделано В 21 Году В Марте В Машина Машина С Новым Датчиком Дождя И Прочей Хорды Бурды Как Вы Успели Заметить Машина Вернее Покраска Лакокрасочное Покрытие Машины Стало Каким То Не Таким Блестящим Я Вообще Давненько Ее Ничем Не Покрывал Не Полировал И Вот В конце Концов Решился А почему Бы Немножечко Не позаниматься Над Лакокрасочным Покрытием И Вот Договорился С Александром Из Спидстопа Который Предложил Свои Услуги И В частности Он Как раз И сказал Говорит Ё-моё Да Она Это Как бы Сказать Припорошена Краской Ее Надо Отполировать И Это Показал Мне Как Это Все Выглядит А Потом Уже Заниматься Там Покрытием Таким Таким Или И Иным И Я Сюда Заезжаю Сначала Идет Мойка Машины Вот После Того Как Машину Помыли Ее Перегоняют В другой Бокс Где Начинается Полировка Ну Все Короче Манипуляции С кузовом И так Вот Они Идут Манипуляции С кузовом Видите Полируется Вот Такая Она Начинает Приобретать Совершенно Другой Вид Блестит Как Ёкарный Бабай Смотрите Какая Красавица Дело Сделано Александр Закончил Все Мы с ним Разошлись Довольные Друг Другом И Я Покатил Далее Вы можете Обратить Внимание Теперь На Капот Как он Поблескивает Вот Особенно Когда Меняется Освещение Видите Буквально Таки Зеркало Стало И я Как-то Знаете Вот Сидел На разного Рода Измене А что За Измена Можно Так Сказать Я Где-то Раза Три А то Четыре В холодное Время Года Так как У меня Две Машины Я Особо Не ездил На этой Машине Которую Называют Чернушка И Аккумулятор Разряжался Так сказать Ну Сильно Разряжался И вот Что-то Какие-то Начались Непонятки И я Решил Сознающим Человеком Проехаться На этой Машине Чтобы он Мне Рассказал Что тут Не так Коробка Слушаем Его Рассказ Педаль Правда Чуть-чуть Это Колодки Давно У меня Колодки Вот Уже Надо Припомнить Педаль Далеко Проваливается Колодки Да Так Не должно Быть Это Великого Понаберут Слышишь Потом Сидишь Кряхтишь Начнем Сначала Ямочки Прихватим Небольшие Нормально Что не слышал По ходовой Иззади Шум Колес Тебя Не смущает Я еще Не слушал Близи Наш Летняя Стоит Зимняя Это Шорох Незначительный Я бы Даже На зимней Услышал Шум Большим Никого Или Что-то Такое Пока Ничего Не слышу В том Нету Даже В колье Не плавает Нормально Как Вчера Родился В ней Понял Три Секунды И здоров Освоился Да Да Ну Есть Такие Машины Как-то Сел Ты знаешь Вот Чем Вот Это же Уже Понимаешь Как Тебе Выше Крыша Здесь Нет Этого Недоделок Таких Что-то Там Хряк Стук Парафина Нет Она Настолько Сбитая Нормально Двело Не дергается Ничего Нормально Все По факту Пока Ну Поездим Да Сейчас Дунем На Объездную Выйдем Можем Если Это Съездить До Калитвенки Как Тебе Да Нет Смысла Туда Отлично Отлично Понимаешь Это Понимаешь По своему Навистности Коней Давай Запряжем Как Дунем До Гундеревки Да До Гундеревки Да Как тебе Этот Кондиционер Нормально Дунем Слишком Слишком А здесь Кондер Или Климат Климат Контрол Ну так Сколько Ты ему зарядил Сколько Я 23 23 А на улице 26 Ага Он поэтому И дурнул Ты При данной Ситуации 24 Встал Это будет Небольшой Перепад И все Поэтому Он тебе Сейчас Пыжует Три оборота Это много Понимаешь Я даже Практиковал Когда вот Ездили На дальняк Тогда Аж Не было Этих Автоматов Зах И мы Первый раз С шефом Просто Нас Изобило А потом Думал Не родной Тут что Не так Там же Рейку Закрываешь Открываешь Вот Прогонишь Минут Тридцать Я только Вот Скоро Избавляю Сам Компрессор Выключаю И закрываю Шандору И мы Прим Обдува Нет Пока Он Продается Потом Еще Где-то С полчаса Мы едем А потом Еще Едем Я За Это Зафрегачиваю Открываю Заслон Пока Фреон Раз Лохматится Но Очень Спитая Машина Ты знаешь Мне нравится Ну это Хорошо Очень Вообще Никаких Люфтов Они бы Было Их сразу Сразу Слышно Не болтает Даже Вот На таких Вещах Хоть Хоть У нее И вес Приличный Три С лишним Ну Три С лишним Это же Статус Ну да Статус Мото Стоп По Ямка Бум Легко Стойки Не Отбиваются Ямки 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 Нормально И там И задний Не слышно Переключаете Отрабатывает Как положено Бомбовоз Ну че я Бомбовоз Ну хорошо Класс Приятно ехать Да я сам знаю На ней как Как плывешь На катере Мне говорят Понятно На такую У меня денег нет Но я на шестерке Езжу с удовольствием Когда все отдрочено Она просто так Я ветровичок Открою И сплит Не нужно Ну да Можно и так Вообще приятно Знаешь Когда вот Аппарат Надроченный Все Четко Причем Я тебе скажу Что она В управлении Очень Легкая Очень Сейчас мы ее Саданули Это я Слышал Нет Вот Тяга Стабилизатора Когда вот Такое явление Начну Вот Понял Ну ты не за все Объясняю Тяга стабилизатора Кузов очень тяжелый Когда втулочки разбиваются То есть она вот так должна Ляп-ляп И все Это как вот так вот знаешь Немножко Но это еще до того Чтоб ей Упороться Еще Одно лето Одну зиму Одно лето Одну зиму Но надо Просто заскочить Куда-то На яму И посмотреть Пыльники На этих тяжках Понимаешь Бывает Где-то удар Хапанул Или что-то Они же там Тяжка Скомарин И хрен Толшина На такой объем Почему-то Такие тяжки Но не рычаг Коробки То есть она Это успевает Гасить Зато Тяга стабилизатора Там как у Лаза У автобуса Задница Такая Знаешь У них Поперечная тяга Поперечного Устачивания Кузова А вот Тормоза Генок Алло Здесь он Не показывает Что надо Это Алло Скоро Триндец Нету Такого Статуса Нету Вот А я По копыту Чувствую Педаль Не должна Так далеко На тормозах Проваливаться Она должна Ну Максимум Вакуумный усилитель Два сантиметра А у нас Далеко За три Вот На галку Почти Четыре сантиметра Ничего Это там Система Тракс Потом Система АБС Они Свои люфты Забирают Но Когда Колодки Садятся И вот Где-то Там Далеко Я Даже Как бы Шорох Слышу Небольшой Его невозможно Здесь И все Гидравлик Ну Ну я Ну я Выслышен Впереди Слышал я Сейчас резко Это значит Что там уже Децела Осталось Я не знаю Я не знаю Какого У них Этот самый Ширина платформы На самой колодке Вот на тойотах Начинается От девяти миллиметров Это оптималки Которые мелководные Там Полторашка Один и Шесть Один и восемь Двух Два с половиной А здесь Четыре Литра Четыре Это действительно Во Во А значит Это далеко Не Даже сантиметр А где-то Туда поближе Ничего Не могу сказать Немножко Такое Знаешь У них Старческий Люфток Старческий Ну так Знаешь Как у нас Ко Эти Там Кости Гремян Ну да Так вот Здесь Бывает Такое Но это Такое Оно Паралельное Везде А вот Чтобы Критичного Кроме Тормозов Я ничего Дневник Не увидел А у тебя Зимняя Резина Да Ты же Мерину На этих Дровах Можно Это Как на Летний В плюс Два Ты Тормозишь А она Дубовая Отлично Ну мне нравится Она такая Мягкая Вот На этой Резине Тебе Больше Нравится На этой Чем На джипе Правильно Ну И на джипе Своя Хорошая Ну вот Здесь Классика Да Да Это Здесь Ты понимаешь Ты Как На Самокате Слушай Это Это А вот Летнюю Если Там Резину Поставить Я знаю Склонен К тому Чтобы БУ Поставить С 10% Износом И Давай мы Сразу Определимся Сейчас Надо И под ее Статус Искать Резину Именно Такую 10% Это Естественно Не Износ Ты Тут Жопа Не Возишь Ты В основном Один Ездишь Правильно Да Главное Как Ты Можешь Определить Это Ты На Авито Видел Да 10% Ну Да Сейчас Придурок Какой Мы С тобой Даже Не Определить Резина То Дорогостоящая На дрова Не Будет Делать 6,5 Тысяч Корресон Ну Так Вот Вот Вован Мой Тоже Тойота Вот Что Делать Оригинал Вот Это А Это Вот Это Слушай Бери Китай Китай Сейчас Делает Я Тебе Сажу Так Что Будет Здоров И Получилось Что Он Два Раза Дешевле Китайскую Резину Также И Рейку Рейка Ну Он Так Сует Он На Не Уже 380 Тысяч Порол За Два Года Понимаешь Поэтому Естественно Износ Естественно Идет Ты Смотри При Ее Увеличение Веса А на Ямок Вообще Не Чувствует Ну Вот Это Мне Нравится Хорошо Ездит В отличие От Этого Сама От Джипа Тут Скачет Как Зараза Он Заташ Канчик Понимаешь Сделан Это Классик Это Слушай А Если Вот На Джипе Там Колеса Вот Эту Саму Пост Ну В смысле Там Дески Там Жасатые А поставить Это Грубо говоря Там 17 Или Какие Там Меньше Ну Да Ты хочешь Его осадить Нет Не осадить А чтоб Колесо Было Само Резина Больше Чтоб Он Больше На Резине Скакал У У Тебя Низкопрофильные Ну Да А Допустимые Допустимые Там Есть Вот Как Раз До Какого Диана Да По Моему 18 18 Ну Ничего Страшного Если Это Допустимо Заводом Главное Чтобы У Тебя Совпадал Диск Диск В Компакте С Резиной Да У У У У Диск С Резиной Допустим Я Просто Берем В Диамент Метром Да А Сейчас Допустим Засобачившему Диск И резину А у Тебя Будет Метр Десять У Тебя Будет Пережем Нет Чтоб Было Это Самое Именно Метром Просто Диск Будет Меньше А резины Будет Больше Ну Да Нормально Нормально Ты Удары Будешь Гасить Ну Вот Чтобы Потому Что Дископростыльную Можно Упороться А От Бокового Удара Ни Представу Ни Мишелин И тем Более Эти Звери Пирели Херели Дым С Порошком Они Не Делают Реальных Противобоковых По Любому Будешь Ловить Но Самое Главное Чтоб Это Все Соответствовало Диску Я К чему Диаметр У Нас 17 Ширина Диска 19 А Значит И резина 195 Допустим Там Не должно Стоять 205 То есть Накачанный Диск Вместе С резиной Смотри На мои руки Это Одно Целое На Размер Раз У тебя Грибок И удар Клац У тебя Прямого Сдержания Удара Нет И вот Эта Шляпа На Жопе В смысле На Яме Будет Прогинаться Что Происходит Происходит Залом По Боковой Оси Смотришь Там Гондон Сплыл Вроде Не скакал Нигде Слышь И главное Бывает Так По-подлому Ходишь Ходишь Все нормально Пишь Ничего Нет Потом Раз Сонышко Встал И ты Как-то Идешь Внезапно Раз А там У тебя Уже Банан Вырос Откуда Да Я же Вроде Аккуратно Я же Везде Я хороший Парень Кроме Голодок Я Ничего Не Услышал Все В идеале Брав А Это Самое Теперь Давай Подедем На Эту Самую На Куда На Набережную Давай Там Остановимся Ты Так Не захотел Ехать Да Там Вот Это Возле Саши Маркова Такая Жопа Слышь Ну Че Мы Бедно Живем Не имеем Права Проехать Я хочу Чтоб Ты Посмотрел Теперь Лакокрасочное Покрытие Чтобы Ты Там Посоветовал По Морде Там Короче Пооблупилась Ну Да Кое Что Там Облупилась Вот Я думаю Что Там Покрасить Либо Покрыть Керамикой Либо Забронировать Не надо Вот эту хрень Керамику Задницу Не надо Это Головная Бурь На будущее Не надо Сейчас Мы посмотрим Эти ракеры Сейчас Полироли Все эти Шрамчики Скольчики Задрачиваются Как момент Потому что Ты сейчас Керамику На Температурный Режим Бампера Например С капотом Поменялся А что Такое Бампер Бампер Это Пластиковый Начнет Залипать Температурный Режим Больше Начнет Сука Плавиться Понимаешь Мы же Не учителем Что Вот она Ставит Вроде Как Она Стоит Да Ни хера Она Стоит Она Дымит Тем более Сейчас Отлично И левой Поймал Яму И правой Ничего Не услышал И главное Что она Хватает Все Держит Трассу Даже Скалье Не прыгает Вот я Проехал Я просто Отдохнул Ну да Вот это Вот Чем Вот эти Машины Нет Машины Что Нет Напряжения Я в два раза Медленнее Ежу Чем Да Ну я Привык Я не боюсь Максим Ясно Ясно Ты осторожно Чеши Правильно Делай Давай На набережную И там Ты еще Пала Как разочную Посмотришь Что По деловому То было То ли Бронировать То ли Там Накировать Ну Во первых Давай я свое мнение Выскажу Вот это Смотри Жопашники Пижоны Смотришь Машина Ну приятно Хорошая Раз ее Мутная Сделала Или пленкой Ну да Слышишь Я говорю Здорово Брат Здорово А ты в трусах Не ходишь Зима Вот что Ебанут Я говорю Ну почему Ты же накрыл Это один Хочет Что ты Пойдешь На танцы В трусах И в фуфайке И в керзовых Сапогах Ну да Ты почему-то Понимаешь Что это Дурь А почему Ты из машины Делаешь Клоунаду Это как Дышать Это твоя вещь А ты с нее Берешь И помидор Настраиваешь Зачем Глаз Я удовлетворился Полностью Ну хорошо Пожалуйста Папально Хорошо И панель Она не должна быть Вот такой Вафельно Блестящий Она должна быть Вот Панель Мутной Это она С возрастом Уже Пластик По идее Знаешь как Иначе Похорошему Солнцу Оно тебя будет В лицо Всегда отражать Вот блестяще Есть придурки Сами дрочат Понимаешь Да Бомбовоз Машина Класс И радиус У меня небольшой Ну да Она же заднеприводная Поэтому Да отлично А и вот Согласись Я согласился Я Как тебе сказать Я прав 300 процентов И шефом Всегда спорил Да Передний привод Он же В общем Мировой Кто его Блин принял Ирина Ну-ка расскажи С заднеприводной Голоса Да Ты мне расскажи Хоть одну фуру Дальнобой Которая с передним приводом Нету Ну да Ты ее не найдешь Потому что Реальность у человека Теряется На переднем приводе Нужно руль туда Крутить Сюда занесло Ты в ту сторону А если ты растерялся Ну если ты не специалист Сильный Так же ведь Ну да Такое Тогда здорово Дерево Или что Нету Нету Илюфтиков Вот это Бук Это все Хельное Это технический Стойки держат Ее не раскачивают Такой вес Если бы не держали Она бы сейчас Так рылом Бу-бу-бу-бу Ну да У меня такое было Я поменял все Это А рылом Бьет Абасфальт Сразу При таком Весе Ты что Ну у меня Больше Шопой пила Нормально Даже не переживай Кроме колодок Колодки Это жизнь Ну его нахрен Они колодки Тебе И кстати У меня не все Меня Они обслуживали Мне Вот 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 они тебе Эту Гамупленную Дырку И латали Да Я так правильно Порю Вот эту Да Нет Вот там На воздухане Нет На воздухане Этот Армена Обрезал ее Представляешь Натянул И все Ничего если тебе тут Да отлично Нет Я уже дома Ну спасибо Ну все Давай Счастлив Никакой измены Люфта нету Колодки Ну я не могу Я не могу сказать Но две третьих Это нет Подкрасить Вот это Все Больше ничего не надо Они как раз Это дело Сделали Да Давай Своим привет Не болейте Не сдавайте Отлично Езжу я по всяким Можно сказать Буэракам Видите На пароме По дорогам В которых имеется Одно только направление Не более того Вот и что стало Проявляться Я думал Что Машина Начала сдавать А именно Перестал Работать Кнопка На багажнике То есть Сзади подходишь На кнопочку Нажал И она открывается С брелка Тоже перестал Работать Багажник Не всегда Так сказать Замыкает Отмыкает Ну и все Вот какие-то Такие действия Я подумал Что машинка Сдает И в Как бы сказать В заключении Еще что Еще разок Я упустил Аккумулятор Потом подзарядил Вроде машина Заводится Работает Ну вот Она даже Там Заглохла Там где-то Не заглохла Как-то на бугорке Остановилась Ну Что-то Стало работать Плохо Я думаю Ну вот Электроника И 5-10 Что-то такое Решил Аккумулятор Там отдать Подзарядить Но Если аккумулятор Хорошенько Просажен Он Увы Уже Не работоспособен Речь идет Только о том Чтобы купить Новый И вот я Купил Новый Аккумулятор Все Как положено Поставили И Представляете Заработала И кнопка Багажника С кнопки Ты Сзади Подходишь Включаешь Отключаешь Вот знаете А то до этого Искали Там Неисправность Там Да В блоке Мол Или еще В чем-то Заработала С брелка Крышка Багажника Прекрасно Стало Замыкаться Отмыкаться Короче Все Заработала Единственное Это При Включении Машины Почему-то Срабатывают Дворники Они разок Сработали Потом Встали И все Ну Это Предстоит Выяснить То есть Машинке Дали То Что Надо Что Она Можно так Сзади Хотела И все Восстановилось Все Восстановилось Работает Ездит И Как ни в чем Не бывало А то Я уже сидел На измене И думал Ну вот Старый Пароход А он Оказывается Еще Будет Плавать И плавать И это Меня Очень Порадовало И я С вами Делюсь Можно так Сознать Вот Этой Вот Радостью Что Машинка Оказывается Работает И работает Несмотря Ни на что Удивительно Хотят Купить Но Я не Продаю Хотят Да Я говорю Я сам На ней Неинтересно Я уже 300 тысяч На ней Проехал Мне интересно Сколько Она Пройдет И Еще Еще 700 За 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 5 5 Продолжение следует...